Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Поехали! Давайте немножко расскажем о том, что вообще ждет уже в ближайшие выходные игроков Арчейджа, вдруг кто-то не в курсе. В Арчейдж стартует Краевская битва, это уникально, ну как модно, знаете, вот сейчас Краевская битва везде-везде, и до Арчейджа тоже добралась. Тренды они такие, уникальный PvP-эвент, турнир на выживание стартует, и он по сути является логическим завершением марафона героев, финалом его, да, и... А знаменует собой выход обновления Владыка Мария, о котором мы тоже немного поговорим сегодня. В бою сойдутся 100 лучших игроков, ну, все по канонам Краевской битвы, и сразятся они за главный приз в 250 тысяч рублей. Окей, вот так вот заманчиво-заманчиво все это звучит, и давайте обсуждать, что же нас ждет уже в это воскресенье. Сегодня у нас один из участников турнира, это Рискейт, еще разок. Привет тебе, расскажи для начала, для тех, кто, может быть, не в курсе, где ты сейчас играешь в Арчейдж? Так, ну, играю я на сервере Morpheus, так что сейчас с трансферами, конечно, все очень быстро может поменяться, но пока играем на Morpheus, в ближайшее время мы после как раз установки обновления 4.0 планируем трансфер на новый сервер, потому что у нас, к сожалению, все скучновато. Унылый сервер, пора менять. Ну, не то чтобы сервер унылый, сервер-то, в принципе, довольно-таки неплохой. Конкуренция? Не хватает, да, конкуренции, потому что здесь мы сейчас как бы доминируем, и планируем как раз-таки попробовать себя с более сильным соперником на новом сервере. Ну, еще и куда хотите, или это пока закрытая информация? Пока все, да, все только в разработке, нужно будет послать разведку на разные сервера, прикинуть, посмотреть, поэтому... А так иначе и не бывает. Закинуть удочку, назовем это так. Давайте обсудим марафон героев. Расскажите про то, во-первых, как он прошел, как он длился, суть тоже, скажите, вкратце для тех, кто, может быть, пропустил такой, а что там, скоро вновь не выходит какой-то марафон был, что это такое, в чем он заключался? Ну, я, наверное, могу единственное, что сказать, что этот марафон, он был намного проще, чем предыдущий, и это, на мой взгляд, плюс. С точки зрения, наверное, повышения активности ПВП, марафон слабо мотивировал людей ходить на ПВП, потому что добавили довольно-таки легкие квесты, которые позволяли в ПВЕ быстренько закрыть марафон. Награды неплохие, поэтому, ну, что сказать, люди будут делать квисары, некоторые делали там на 5-10 аккаунтов, практика довольно-таки стандартная, к сожалению. Все хотят как можно больше наград получить себе. Ну, вот, в принципе, и все, наверное. Получается, все фармили и крабили, да? Я помню, подобный ивент был перед выходом треной где-то год назад. Да, абсолютно такой. Ну, почти. Получают хороший, действительно, профит с этого марафона за не очень сложное выполнение заданий. То есть, задания, ну, реально элементарные были. Это, получается, такая подготовка, да, чтобы его в общий уровень всех игроков поднялся до практически максимального к выходу, к обновлению, к которому вновь будет к чему стремиться. Так, подтягивать отстающего. Думаю, что, конечно, на общий уровень это критично не повлияет. То есть, добавление первой эпохи, там, скажем так, на мой взгляд, это серьезно не изменит ситуацию со средним гирскором людей на любом сервере. Потому что фишка-то в том, что этот марафон делают все. И получается, что каждый получит что-то для своего буста, и загиренный игрок тоже что-то себе продаст, там, заточит, купит. Нет, ну, конечно. Но общий уровень растет, получается, игроков, да? И готовится, задумка-то в этом. Как ни крути. Ну, я думаю, тут еще была задумка в том, что там, в принципе, дается неплохая такая средняя ручка, ну, экипировка для средних игроков, скажем так. И чтобы просто большинство игроков, и те, кто раньше не могли себе допустимое позволить, смогли ее получить и тоже начать принимать хоть какую-то активность по баталиях, в рейдах и так далее. То есть, я думаю, тоже вот тут была такая задумка. Вот, я же говорю, к сожалению, я вот, да, перебью немножечко, если бы хотели, да, вот, мотивировать людей именно на PvP, на мой взгляд, не нужно было бы добавлять PvE квесты. То есть, если бы хотели поднять мотивацию в PvP. Потому что ситуация возникала какая? Есть PvP-эвент Роса, битва, да, и можно выполнять было марафон на ней, где нужно было хотя бы туда прийти, хоть и сделать простой квестик. Но потом добавили реально PvE квесты, приди и убей 15 мобов. Ну, на мой взгляд, это очень странное решение. Лискейт хочет мяса, я понял. Да, то есть, ну, я реально, да, считал, что нужно мотивировать людей на PvP, поэтому нельзя было добавлять такие элементарные квесты, как я, да, считаю. Какая мотивация у, как скажем так, наших локализаторов, или это от Кореи идет? Ну, как я понял, данный вопрос, почему вели вот эти кусты в замке уж, да, просто, допустим, были люди, которые приходили, допустим, совсем поздно вечером, когда никаких таких PvP-эвентов не было, и они довольно-таки часто жаловались на то, что, а чем, как нам выполнять все эти самые кусты. Поэтому добавили кусты в замке уж без привязки по времени. Суть-то, в принципе, по большому счету, согласен с кликентом. Единственное, что, вот, к сожалению, у нас нету прям таких вот вечерних ивентов с PvP-эвентом, допустим, в 23 часа, например, чтобы в Москве, чтобы люди пришли и могли в нем принять участие. Раньше, примерно, если мне память не изменяет, несколько лет назад к этому времени было привязано битва за Дальшир, но потом Дальшир просто сделали без привязки по времени, мы тут 50-50 попадешь на него или нет. Поэтому, собственно, вот. Ну, есть еще, на мой взгляд, все-таки там были спроты, поэтому, ну, как бы, ивентов в игре огромное количество. Вот. Я думаю, можно было все-таки стать попой. Ну, ладно, давайте, наверное, может быть, почему-нибудь более конкретно. Ну, да, ну, чтобы понимать, что обновление, оно для всех, и ивент, видимо, тоже для всех был, и для хардкорщиков, и для газовальщиков, чтобы поучаствовать смогли все, подфармить экипировки к обновлению смогли все. Кривовская битва является логическим завершением, получается, всего этого марафона героев. Расскажи для начала, и Мэтт тоже, Мэтт тоже подскажи, как отбор у него происходил, потому что игроков там много, и всего 100 участвуют в этом PvP-турнире. Я думаю, это лучше Лис Китер расскажет, потому что он более активно во всем этом участвовал, и я, к сожалению, не был, не имел столько достаточно времени, чтобы сам принять участие. Поэтому слово тебе. Ну, что я могу сказать? Критерием прохода на вот эту королевскую битву было перевыполнение квестов. Лично я перевыполнял квесты активно не, скажем так, не в первый месяц, а в последующий, то есть там в первый нужно было ходить на аренке на ресталище, здесь я был, вот на тот момент я был там где-то на 80-м месте. Многие люди там могли это делать, опять же, там свинков, то есть ничего сложного, то есть у кого было желание, это можно было сделать, и я не считаю, что это требовало бы огромного времени. Вот, это первое. А второй месяц, который я реально активно использовал, это где нужно было получить просто огромное количество хонора, очков чести. Там и осады помогли, и помогли баночки с арены, ну просто я такой, да, скажем так, задрот арены, и поэтому у меня копились баночки за каждый месяц хонора, и я их распаковал, и в этом месяце сразу прыгнул на там где-то 12-ю строчку из 100, при этом я вот ресталку не обузил по максимуму, то есть я чисто на хоноре поднялся, вот скажем так, высоко, и поэтому меня сильно не напряг этот марафон, у меня не было каких-то, скажем так, трудностей с его выполнением. То есть получается при желании любой активный игрок все-таки, я думаю, что в топ-стоп попасть все равно не так просто, да, мог. Ну вот, ну, я могу рассказать, опять же, конкретные примеры в своей гильдии, то есть у меня есть ребята, которые вообще не думали, что они туда попадут, то есть они просто делали марафон, и бабах, они там вошли в сотку, там один на 80-м, по-моему, другой на 60-м месте оказался, но главное же пройти в топ-100 для того, чтобы принять участие. На каком месте ты оказался тогда? Вопрос. Ну, я же говорю, я где-то на 12-м, по-моему, или на 14-м, ну, там не суть, я смогу ради интереса посмотреть. Ну, это весьма неплохо, и получается, ты мог даже, накопив заранее баночки Хонора, тоже получить достаточное количество очков? Да. Многие ли так делали? Ну, не все, там баночки Хонор даются обычно за первые места на арене, поэтому таких людей, в принципе, немного было. Они тогда еще даются за осады, звучит. Да, я же сказал, да, еще те, кто участвовал в осадах, им тоже повезло. Была ли прям какая-то вот дикая борьба там, то есть кто-то пытался попасть, но никак не получилось, не смогли, или в целом все, кто хотели, все равно пробились, нашли возможности, кто-то, кто-то вот что-то там забузил, да, баночки, еще что-нибудь, мне кажется, что первый месяц, в первом месяце эта борьба была, вот на первый месяц, и у меня есть и прецеденты, опять же, среди знакомых, которые очень много времени тратили на ресталищу. Потом уже люди посмотрели примерно, какие места они занимают, и второй месяц, мне кажется, как-то попроще люди к этому подходили. Кто-то либо, на мой взгляд, забил, а кто-то, наоборот, понял, что спокойно проходит, и особо, скажем так, вкладывать свое там полное время нет смысла. Не кажется ли тебе, что если бы не показывали места, рейтинг, это все было бы там закрыто, и оно уже после марафона героев объявили, было бы интереснее? Ну, это было бы не интереснее, это было бы очень задротски, потому что люди бы не понимали, сколько у них баллов, да, это было бы, конечно, хардкорно, на мой взгляд. Представляешь, ты номер один, и ты задротишь, продолжаешь задротить, думаешь, а вдруг я там не попаду, а вдруг не попаду, это же и... Это слишком жестко. А, ну, даже и сейчас, вот если посмотреть количество очков, то есть вот у первого места там 120 баллов, то есть это очень суровое перевыполнение квестов было, ну, оно было чрезмерно. Сколько тебе секрет? У меня 57 получается. То есть почти в два раза перевыполнил человек, ну, мы там, как бы говоря, а последнее место, вот по сути сотка, да, чтобы войти в сотку, это 32 балла, да, то есть... Но все-таки люди знали, да, особенно если там перевыполнили, хорошо, что они гарантированно проходят, а вот не знали бы, действительно, щекотало бы нервы до последнего, я думаю, что было бы еще, еще куда интереснее оглашение результатов. Все-таки, хорошо, просто... Просто тут, понимаешь, это довольно-таки задротский процесс, если, ну, в смысле, перевыполнять квесты, получается, сутки, что ты делаешь, поэтому, вот, это надо не под квесты делать, это надо что-нибудь, под что-нибудь такое, что просто не выносило бы так, потому что, ты представляешь, это сколько там надо идти, квесты, это что-то там делалось, это... Крабись! Я даже... повторюсь, квесты были довольно... не квесты, там же нужно было аренку ходить, для многих это уже процесс... Ну, там не только аренки было, там разные... Там можно было, да, перевыполнить вроде как данжами, но интереснее, и проще было через арену и через хонру. Хорошо, про сам ивент немножко расскажите, в чем он будет заключаться, ли скейт, для тоже тех, кто пропустили... Так, ну, мне этот ивент напоминает такие, да, голодные игры нас выбрасывают в заболочку и заставляют нас там фактически выживать. У меня, конечно, как у игрока возникло ряд вопросов, я надеюсь, что впоследствии как-то раскроют, а может быть, я сейчас, да, выскажу вопросы. Да, да, мы постараемся их задать. Если эти вопросы наши комьюнити-менеджеры в Mail.ru дадут ответы, это вот первый вопрос, который касается так называемого возможного сговора участников. Дело в том, что в правилах турнира прописано, что каждый играет сам за себя, но будут ли какие-то критерии определения, что люди друг друга умышленно не бьют и таким образом играют в команде, вот это, мне кажется, ключевая вещь. Дело в том, что практически большинство людей играет не соло в эту игру. Нет, наверное, не большинство людей, но таких людей много. И, соответственно, они прошли на этот турнир тоже не одни. Буквально у меня пример, у меня из гильдии, это только с моей несколько человек прошли. Можем ли мы как-то группироваться? По правилам скажем, каждый сам за себя. Но что будет, если против нас мы увидим, что там, например, играют реально там в ассист? Вот это меня очень сильно волнует, скажем так. А так, по самому ивенту, пушки, которые будут сужать радиус, то есть, если кто-то будет пытаться отсидеть в хайде, то, по идее, должны эти пушечки как-то помочь в итоге, что будет этот радиус сужаться. И посмотрим. Единственное, что мне как игроку у меня немного другое видение. Я не знаю, какое видение вкладывали разработчики этого ивента. То есть, не добавить вообще никакую экипировку, то есть, ты там получается, кроме как оружия, не получаешь никакого адекватного резиста. То есть, как это скажется на балансе, очень-очень много вопросов. И это никак не протестить, только каким-то теорией заниматься и строить гипотезы о том, какой класс все-таки лучше выбрать, это, наверное, главный вопрос. Давай это чуть-чуть Поположек раз обсудим. Да, это понятное дело. Но на твой вопрос, мне кажется, даже я могу ответить, потому что раз ты сам говоришь, что похоже на это на голодные игры, сейчас многие там вспомнят все-таки раскраску и битву, которая сейчас и модная. Она была и в армии, и в DayZ, и вот PlayerUnknown's Battlegrounds, который сейчас покоряет все возможные рейтинги именно оттуда. И в голодных и рыжем люди коопировались. Да, понятное дело, что побеждает-то один, но коопируется, я думаю, что никто никому не запретит, видимо будут пытаться и вряд ли это будет ограничить, но мы, разумеется, узнаем. Да, я понял, что, видимо, вопросы имеются на этот счет и, похоже, не все понятно исправил, даже тебе и даже, похоже, другим участникам возможно есть смысл пригласить кого-нибудь из специалистов в Mail.ru, чтобы они ответили на подобные вопросы. Я, к слову, думаю, что я думаю, вот в рамках правил Игоря там нет правил в том смысле, что вот тебе ограждение вот с того участника делайте там, что хотите, что нужно, знаете, пожирайте друг друга, в какие кучки вы будете при этом группироваться, без разницы, останется один человек, который получит прошу. Да, я тоже считаю, что все будет именно так. Группируйтесь, но в какой момент ты получишь нож в спину, это тоже вопрос. Да, все-таки приз-то получит один человек, а там уже дальше, дальше как... Нет, приз получит не один, кстати. Ну, кроме... Да, я прогрел. Ну, нет. Ну, нет. Поэтому, вот я же говорю, поэтому желание... Там еще 20 человек получают награды. Сгруппироваться будет у людей, можно или нет. Хотелось бы, знаете, хотелось бы четкий ответ сюда. Если вы будете делать вот так, вот так, вас дисквалифицируют. Вот это было бы очень круто, если бы Мэйл.РУ смогли дать реально вот такой конкретный ответ, в каких ситуациях, скажем так, последует вот эта вот дисквалификация или не последует, то есть стоит ли нам продумывать, как мы будем что-то делать. Хорошо. С этим понятно. Это по страйм-заде обязательно, и я понял, что это вопрос действительно важен. Что касается, еще раз, правил локации, еще раз озвучь. Безоболочная низина. Это открытый мир, то есть это локация открытая, которая сейчас, да, есть, как бы все ее знают, все ее проходили, одна из таких стартовых локаций игры. То есть я правильно понимаю, что туда, на ком-тестовом сервере у всех участников будет доступ, они туда в определенный момент заходят. Оказывается... Да, дается, дается, опять же, 15 минут, на мой взгляд, маловато. На подготовку, да, то есть мертвое время. Да, 15 минут, где вас никто не трогает на то, чтобы вы расставили панельки, настроили все бинды и там подобрали, опять же, в сундуках оружие, которое выпадает рандомным фактором. Вот это тоже спорный момент, на мой взгляд, стоило ли добавлять вот этот вот элемент рандома в такой ивент. Большие вопросы к этому времени возникают, то есть, чтобы понимали, 15 минут на то, чтобы выбрать класс, расставить умение, настроить панель, умение у каждого игрока, она настроена под свою руку. Соответственно, и в течение еще, вот непонятно, вот эти сундуки с ними очень непонятно, они будут рандомно разбросаны по локации, насколько я понял. Их надо найти, достать оттуда экипировку, подобрать экипировку под себя и все это надо успеть сделать за 15 минут. То есть, возникла может ситуация, что часть игроков просто к этому, по истечении этого времени может остаться банально голой и вот тут уже начинается, по-моему, реально интересная ситуация. То есть, по большому счету, с учетом того, что еще экипировка, насколько я понял, может быть в рандоме еще в цвете аж с белого до эпика, то там в этих голодных играх будут очень сильно решать рандом, как мне кажется. Ну так это ж типичная королевская битва. Кто лучше подготовился, вот краска вопроса о тренировке, которую хотел задать. Лискейт, тренируешь ли ты как-то уже или планируешь еще подготовиться? Будешь учиться, класс быстро выбирать и панельку расставлять. Выучишь наизусть каждый кустек локации заболоченной равнины, да, или низины? Низины, да. Либо ты оставишься на самотек, и как повезет. Ну, здесь, конечно, ключевой, мне кажется, первый момент, это выбор класса. То есть, какой класс выбрать для этого ивента. Мы сейчас, вот, я и ребята, да, с моей гильдией сидим и обсуждаем, а какой же класс все-таки лучше выбрать. Пока к окончательному какому-то мнению мы не пришли. То есть, здесь есть несколько вариантов. Первый вариант, это исходить из того, что не будет никаких доспехов, а значит, очень сильно должен зарешать гипноз. Потому что гипноз позволяет призывать питомца, который обладает стандартными характеристиками, дефолтными. И опять же, вопрос баланса. Что мы увидим? 100 человек с гипнозом, то есть, многие же так рассуждают. Есть другая точка зрения, то есть, опять же, здесь все спорно, что, может быть, стоит взять, к примеру, тех же лучников. Потому что можно будет выбрать, это же все-таки открытая локация, какую-нибудь там действительно возвышенность небольшую, попробовать найти какую-нибудь горочку, там сначала спрятаться, потом с глаза. Там такие места есть, да? Да, то есть, там, например, у лучника есть глаз, который позволяет сделать дистанцию высокую, глаза, змеи, скилл. И вот с этой бешеной дистанции кого-то пытаться расстрелять, потом опять там уйти в хайд, убежать. То есть, либо вообще брать дефолтный класс с той точки зрения, что ты в нем лучше всего играешь, потому что ты за него играешь там дольше. То есть, пока еще к окончательному мнению я все-таки не пришел. Еще вопрос, главное, чтобы они не забыли про умение Нива, которое отдельно проточивает. А вот здесь тоже понятно, насколько я слышал, на форуме, вот если быть, не буду, да, утверждать на 100%, просто был написан 55-й уровень насчет наличия вот этих вот седьмых и фэнских, то уже не сказано. И опять, да, вопрос, как у вас происходит? Вопросов много, действительно. И в регламенте этого нету? И в регламенте этого тоже нету. Это очень интересно. Это очень интересно, а знаете, даже, ребята, почему? Потому что, к примеру, брать того же милишника без скиллов и фэна, это не очень вариант. То есть, если я буду знать, что точно скиллов и фэна не будет, 90%, что я буду, наверное, брать не милишный класс, а буду брать какой-нибудь гибрид, типа лазутчика, скорее всего. Ну, это один из лучших просто фармеров присталки сейчас. Я думаю, это будет самый популярный спек на этой битве. То есть, ну, на мой взгляд, это будет очень популярный спек. То есть, все рассуждают о том, что взять гипноз, взять блинки или там взять, например, сопрот, чтобы мультиблинки получить, которые позволят жутко разрывать дистанцию. Либо взять оборону, чтобы иметь возможность хотя бы лишние 6 секунд прожить 5 секунд и потом попытаться убежать. То есть, большинство людей, с кем общался я, они рассматривают реально именно выживание. То есть, никто не рассматривает стратегию убийства. Все рассматривают стратегию выжить и остаться хотя бы там в последних рядах. Как-то все хотят отсидеть в хайде. Вот реально. Открою тебе секрет. Это единственная верная, по сути, тактика в Королевской битве везде. Да, главное выжить. Не важно, сколько ты убьешь. Нету фрагов. Будет рваться в бой первым и... Да, вопрос, что к чему это приведет, что вот они 100 человек в сервере. Я, по самом деле, локацию поменьше бы взял. Да, и... Но территория же будет ограничиваться, получается, так как... со временем он будет ограничиваться. И всех будет сталкивать, сталкивать лбами, так или иначе, драться придется. Может быть, ты не хочешь драться? Там уже в чате пишут, что тебя убьют первыми, скейт. Да, я поставлю задержку на стриме минут, наверное, в пять, чтобы меня сразу не засистили. Вот. здесь же я говорю... будет возможно взять другой ник. А, вот тоже, с никами, да, будут ли рандомные ники или нет. То есть, вопросов тоже очень много. Либо вы сами создаете ник. То есть, ну, сложно. Еще вот, на самом деле, снижение вот этой вот зоны, да, если будет зона снижаться, насколько она будет снижаться, непонятно. Пока тоже в регламенте не прописано, сейчас как бы остается нам неизвестным этот фактор. Потому что, если резко будет снижаться зона, тогда уже возникнет потребность именно в том, чтобы убивать других игроков. А значит, спек нужно тоже подбирать другой. То есть, и вот здесь вот очень непонятно, что взять. Как много тонкостей выясняется, еще неизвестно. я не обратил внимания, на территории же есть, не в котором можно подойти и поменять спек. Привязан ли спек изначально ли тебе в том плане, что вообще можно ли менять себе спек? Или делай что хочешь, что называется? Ну, я думаю, ну и там не должно быть вообще, иначе как? Там много... вот... Я думаю, они уберут, ну и из-за того, точно, чтобы никто не отсиделся. Иначе просто люди встанут, нануюсь они. Я думаю, ну и будет убрано полностью, да, вот эти мирки будут убраны. Может быть, там просто пушку поставить. Либо там будем стоять действительно какие-то... Это нужно тоже узнать, но вообще по логике вещей, да, все просто, есть регламент, все, что запрещено, разрешено. Нужно исходить из этого в первую очередь. Тут надо учитывать, что это все-таки первая королевская битва для архейдера, поэтому действительно вообще не... ну, удивительно, что они найдутся. Поэтому будем адаптировать в смысле королевские битвы и в будущем, я думаю, это будет еще более точная процедура. Я думаю, можно было бы и в этом случае провести там, например, какой-то тестовый файт, а потом уже запускать официальный турнир. Но это на усмотрение локализатора, то есть, конечно, у нас могут быть такие мысли, да. Это вот такой вот тестовый файт с призами сразу, такой с размахом. Поехали. Да, ну, тут, конечно... Серьезно так. На уровне. Да, сложно реально прям вот, знаете, на сто процентов предугадать, что будет там происходить. Мне кажется, будет очень много сюрпризов и хотелось бы, конечно, чтобы они были не жутко отрицательными. Будет много сюрпризов и потом люди уже, конечно, поймут, что лучше было бы брать. Знаете, такая пройдет рационализация того, что произошло, ты будешь понимать, а, вот надо было брать все-таки там разбойника какого-нибудь, да и не мучиться с этими там гипнозами, питомцами и так далее. Но будет уже поздно. Да, там еще есть реально очень много, да, споров насчет того, вот, например, классы с исцелением, да, вот оружие, если ты не успеешь просто найти сундук, то есть там, как я это понял, будут сундуки, будет время, чтобы достать оружие, но если тебе не повезет, реально, и ты не вытащишь, получается, класс нужно тоже брать, исходя из этого, да, то есть, и в итоге мы приводим к тому, что, например, те же маги, они могут просто не найти оружие с силой заклинания, те же хилы не найти с силой исцеления, и здесь опять либо гибриды, либо мелики, на скейте. Ты вот сам уже говоришь, что здесь куча вариаций тактики, да, за это люди и любят, это вот очень интересная получается адаптация к резкоте. Ты можешь бегать и втихаря искать сундуки пока все. Не думают, нет, насколько я просчитал от того, кто будет пытаться дорваться до сундуков. Там, да, там есть еще такой критерий, как количество киллов, вот я же говорю, он тоже повлияет на призы, вот я же говорю, единственное, что, да, может быть, накилять кого-то успеете, тогда ты, по-моему, тоже должен получить что-то по количеству киллов, если не будет выявлен победитель, да. Если под конец там просто кто-то должен будет притащить флаг и победить его. Вот опять же, давайте, да, ребята, представим, появляется флаг, кто же захочет поднять его первым и получить. Да нет, уж как-то я уже подожду такого любителя первым взять флаг, чтобы все так с радостно на него посмотрели. Я прям представляю, 99 человек сидят в хайдах по кустикам, по холмикам, здесь кто-то подходит к флагу и сразу начинается экшен мясокрозь, сразу выбывает это состязание просто моментально. То есть, так все сложно, реально. Самое обидно, что у тебя одна попытка, то есть, просто одна попытка, все, ты что-то сделаешь не так, я не знаю. Там, не, там, хорошо, там сказали про вылет, что пять минут будет, чтобы зайти, это вот, кстати, уже хорошо, а то самое страшное это сразу это вылететь, например, и получить выбывание. то есть, так это же замечательно. Ставки очень высокие, да, реально привести к вылету. Это прям ошибка. Будет мандраж, пот, и зато представь, какого будет победителю, когда ты... Ну, победителю, конечно, ходишь с этой мясорубки. Да, очень приятно, приз все-таки солидный, что уж тут спорить, но я все-таки ставлю, знаете, вот на рандом. Победит рандом, к сожалению, это не турнир с сеткой с какой-то, не арена один на один, не там, это галантная игра, да, это вот такое вот выживание суровое. Элемент рандома, оставайся власть, он важный, ну, и он тоже неоспоримая часть Кривской битвы, всей этой концепции. Он присутствует, но, тем не менее, подготовка тоже важна, как ты сам говоришь. Нет, безусловно, я согласен, да. Она повлияет. Я всем уже говорю, вот там сотое место занял, такой зайдет, на шару я сейчас затащу, вряд ли у него какие-то реальные шансы есть, согласись. Подготовка, она просто повышает твои шансы, но она тебе не гарантирует победы, надо это понимать, да. То есть подготовиться, заранее потестить какой-то спект, побегать им сейчас на ресталке, на той же потренироваться, потому что, ну, условия ресталки более или менее похожи на то, что будет там. Вот. Я, конечно... Лучше попробовать еще и Квип этот пробивать, например, я думаю, что там силы соли никогда на примере есть и у этих пушек... Просто прикинуть, сколько ты себе будешь хилять там с этой мушкой, например, да, и ты тоже уже поймешь, насколько есть смысл это брать или нет. Но тем не менее, хоть мы согласны, что рандом это важная часть, но подготовку тоже решает, вроде бы, на этом сошлись. Кого бы ты оценил, тоже вот, смотря там и на подготовку, на рейтинг и прочее, кого бы ты оценил каких-то таких опасных соперников? Кого бы вот, там говорят, тебя будут первым кемперить, но кого ты будешь первым кемперить? Я же сказал свою стратегию. Кого будешь бояться, хорошо выжидать, не будешь там кемперить, кого будешь... Наверное, я не ознакомлен с полным списком, но я думаю, один из сильных игроков, который там будет, это будет Хекс, тем более он как раз-таки, я с ним как бы общаюсь и знаю, он очень много ходит на ресталку, то есть для него это условие удобные, я думаю, он скорее всего как раз-таки лазутчиком каким-нибудь и пойдет. На ресталку он ходил лазутчиком. Скорее всего, и своим классом он, да. Ну, хранителем, ну, спорно насчет, не знаю, мне кажется, он не будет брать хранителя, проверим потом, кем, например, он пойдет, кем я пойду, я пока еще точно не определился, у меня тут тоже дилемма, дилемма за дилеммой. Я думаю, те, кто... Может, ты определился, а просто скрываешь, пока не скрываешь карты? Нет, я реально еще думаю, вот, и ребята там с гильды, мы сидим вот реально там по вечерам и продумываем, у кого же все-таки лучше взять и спорим, то есть у меня там одно мнение, я говорю, да нет, а мне там мой друган говорит, что, да блин, давайте возьмем лучков, да, и ты там с дистанции, с глазика настрелял, все в шоколаде, а тут я говорю, что, блин, ну, попадешься ты к какому-нибудь, я не знаю, рандомному милику, и все, и твой лучник выбыл, как бы ты офигительно не играл, напрыгнет на тебя какой-то дикий из кустиков вылезший милишник и быстренько накромсает тебя, и все получается, то есть вот тут же нужно учитывать реально вот окружающую среду, что она крайне враждебна к тебе, и поэтому, вот опять же, как я думаю, класс надо выбирать, исходя из этого, а если на тебя нападет несколько игроков, что сделает, например, лучник, что сделает хранитель, что сделает вообще класс без гипноза, если на него нападет несколько игроков, все, это молниеносная, скорее всего, смерть, гипноз позволяет дать, просто, ну вот в этом-то и речь, что убежать, чтобы убежать, ты просто не знаком, да, в деталях с механикой игры, вот просто я расскажу, да, чтобы убежать, необходимо дать какой-то контроль, контроль позволит дать тот же гипноз, да, то есть ты поставил там массовый ужас, поставил массовые ауешные сферочки, все враги там взлетели, глайдера будут, глайдеров не будет, это я уже говорю, как бы сам... Они не будут, да, все, что есть из мобильности, это мультиблинки вскрытности, то есть они прокнут, ну и прочие умения, которые позволяют быстро перемещаться. Пэтов нет, глайдеров нет, то есть как бы все, здесь гипноз будет, конечно, вот мне все-таки кажется очень опасным соперником, то есть соперник с гипнозом, это будет зло. Если, конечно, 99% не будет противников с гипнозом. Да, вот я же говорю, это приведет к тому, что все, скорее всего, выберут. А вот опять же, а если рассуждать исходя из того, что если все с гипнозом, то нужен мистицизм, потому что мистицизм это та ветка, которая контрит гипноз. То есть единственная ветка, которая полностью его нейтрализует, там, два антифера, и это позволит наоборот, отыграть против людей с гипнозом. То есть, баланс, конечно, здесь будет жуткий, на кого попадешь, не знаешь, и исходя из этого уже вот этот камень-ножницы-бумага, то есть в аркетче вообще ветки очень сильно друг друга контрят, как правило, и поэтому здесь вот будет решать, да, вот представьте просто ситуацию, ты там взял какого-нибудь, я не знаю, даже милишника, а на тебя там, ты взял там, да, разбойника, а тебе попался в твоем кустике, который ты присмотрел, ты такой, а, какой замечательный куст, здесь-то меня уж точно никто не найдет. Идешь в этот кустик, а там какой-нибудь гладиатор сидит, или храмовник, ну, храмовники не очень, конечно, будут, ну, вот, например, какой-нибудь гладиатор, он же выбил себе хорошенький, эпический щит, и прямо этим щитом тебя быстренько огреет, и все. Небось, еще в хэви доспех, и в полный набор. Шмота же нету, не забывай, шмота не будет, да, персонажи, по идее, должны быть голые, максимум, что он может взять этот щит и глухой оборону. А, то есть там только, а, пардон, я думал, там надо успехи-то даются. Вот, фишка-то в том, да, я же говорю, страшно, это реально, какой же там будет урон. Ну, ты вот говоришь, что на кого попадешь неизвестно, на самом деле, 100 человек будет, попадешь на всех, как ни крути, то есть будут, все попробуют, каждый попытается найти свою стратегию, чья, кажется, интереснее никого больше повезет. Кстати, по поводу еще локации, если обсуждать ее, это же локации, из тех, которых, я не знаю, где там будут пушки стоять, но есть там такие дебри, на самом деле, особенно ее в северо-западной части, там прям отдельная, что называется, территория со своими мобами, мне вот интересно, есть, по-любому, кто-то еще додумает, что там отсидеться, то есть, очень много вариантов по поводу тактики, и на самом деле, чем дольше все это дело, если обдумывать и обсуждать, что страшнее становится, да? Страшнее становится, а оттого интереснее становится. Да, да, в этом и суть, я вот тоже, вы и вас слушаете, и на чатик поглядываю, пишут, что было бы интересно, если бы такой сервер для всех сделан на постоянной основе, может быть, может в этом и суть, да, что... Слушай, вот я вот сейчас сказал, вот действительно, вот если бы был бы такой ивент время от времени, куда можно было, я не знаю, в виде какой-нибудь арены, может быть, попасть, то это было бы реально круто, как по мне. Может быть, его так вот и промоутируют, да, как такое тестирование, как Лискин говорит, что вот оно, тестирование такое, с призами, и может быть, если все удачно пройдет, то кто его знает, учитывая, что сейчас Королевская битва очень модная тема, что уж тут скрывать, все по ней тащатся, игры, как-то там добавляются, там новые клоны, неклоны, все подряд взлетает до небес, может быть, на постоянной основе тоже удастся это увидеть, спрашивают, кто будет стримить, стрим будет у нас, друзья, мат будет стримить, может быть, я тоже посидуюсь, пока это решается, в воскресенье все дело будет проходить, и в том числе, вот как раз мы тут раз обсуждаем тактики, все остальное, участников, у нас на сайте, можно поучаствовать, сейчас еще раз закину ссылочку, в конкурсе, все желающие могут поучаствовать, заходите к нам, выбрать своего фаворита, да, кто, как вы считаете, может быть, это ваш там знакомый, да, либо тот, за кого просто будете болеть, кого вы знаете, в ком уверен, что самый он сильный, лучший, подготовленный, голосуйте за него у нас на сайте, и, во-первых, получаете гарантированную Сиольку, а если он победит, еще и кристаллы получите, все по ссылочке есть, переходите, участвуйте, по-моему, беспроигрышно, да, позволит немного еще повысить градус там сопереживания участникам, почему бы и нет, но тем более, ты только получаешь, да, ты ничего не теряешь, беспроигрышно, скажем так, будешь, ты мои потенциальные 500 кристаллов не оправдал, да, да, вот представь, сколько тебе народов придет, если вдруг, если вдруг, ну, да, тут мне люди, да, писали, что мы проголосовали за тебя, давай, всех там победи, обязательно, я говорю, ну, ребят, мы все сделаем все, что в моих силах, да, это обязательно, и все будут стараться, у всех есть мотивация, и, по-моему, это классно, в общем, будем следить, я так понимаю, огромное количество вопросов есть и к издателям, постараемся их тоже вытащить, перед ивентом неплохо бы все разузнать, я думаю, интересно будет всем, и участникам, и зрителям, поэтому следите за анонсами, может быть, прям завтра, послезавтра времени осталось немного, три дня, три дня у нас, в воскресенье он будет, так что, в самый ближайший рим, у нас будут новости, заходите к нам, ссылочка, еще разок закидываю ссылочку в чатик, задержка была, вот, сейчас есть ссылочка, самым последним на постом, будем следить, должно, по-моему, я вот вас тоже слушаю, пока я такой поначалу, знаете, немножко так, со скеписом относился, так, так, я тоже, везде калерская битва, что-то выводят, как это ворчейш вообще будет, это же MMORPG, это не шутер, там ничего, а вот вас слышу и понимаю, что задумка-то классная получается. На самом деле, вот если так посудить, то ARCHX всего же шотами, ваншотами, особенно в 4.0, когда дамаг поднимут, блин, так близко уже к этим шутерам стал подниматься, в плане скорости убийства игроков, так что, так что, в принципе, зайдет. Ну, я же говорю, все здесь зависит же, нужно понимать, от корейца, к сожалению, то есть, я думаю, локализатор, к сожалению, не может создавать какие-то такие, вот именно, игровые эвенты, они могут разве что, вот такое что-то разовое делать, может быть. Ну, насколько мне известно, они могут вносить предложения, и разработчики, естественно, все это делают разработчики, они могут их удовлетворять, или не удовлетворять. да, вот меня, например, печалит тоже удаление БГ из игры Battleground 5 на 5, к примеру, да. Я думаю, если будет довольно-таки много отзывов от игроков, что, мол, верните, нам это дело нравится, то, возможно, это пожелание тоже придет разработчикам, я думаю, сейчас, особенно в последнее время, локализаторы будут более внимательно относиться к тому, что говорят игроки, мое мнение. Вот после ситуации с ES Sport, да, и Battlefront. Обязательно, обязательно, вне всякого сомнения. Буча поднялась знатненькая. Ну что ж, на этом, наверное, будем заканчивать, да, обсудили все, у нас, наверное, будут еще участники, ни один Лискейт к нам заглянется, тоже расскажут, наверное, и свои, возможно, стратегии и прочее, обязательно. Все это мы для вас покажем и расскажем, поэтому оставайтесь с нами, не забывайте подписываться, Лискейт, тебе удачи, будем за тебя тоже болеть. Спасибо, спасибо, ребята. Надеюсь, что повезет. Я больше здесь на удачу, надеюсь, конечно. Ты прям такой вообще-то. Подкову, подкову. Ну, удачу надейся, а сам не плашай, вот. Ну, нет, конечно, да, нужно подготовиться, но и надеяться, что тебе просто повезет. И судьба будет на твоей стороне в этот день, станешь с той ноги и так далее, и тому подобное. В том числе. Что ж, всем в таком случае спасибо, запись подкаста будет у нас на YouTube-канале уже совсем скоро. Если вдруг пропустили, сможете там, да, к концу подтянулись, обнаружьте, участвуйте в нашем конкурсе, слейте за стримами. Это будет интересно. Я уже, я прям, даже сам загорелся. Неожиданно для меня получилось. Поэтому, всем счастливо, пока-пока, увидимся. Всем пока. Уже совсем скоро. Пока-пока. Пока-пока.